15 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых медалей. Столько наград завоевали щелковские спортсмены на 9-м открытом первенстве городского округа Щелково по Тэквондо. Соревнования проходили среди детей в возрасте от 7 до 10 лет и среди юношей и девушек 11-13 лет. Проверить свои силы в технике и ведении боя приехали порядка 400 спортсменов из Москвы, Московской и Тульской области. На торжественной церемонии открытия ребят поприветствовали директор спорткомплекса Подмосковья, президент федерации Тэквондо и ТФ городского округа Щелково, главный судья соревнований, а также почетные гости. Достижения, конечно же, побед, но даже если победа не достанется вам сегодня, вы обязательно добьетесь ее в будущем. Первенство проходило на шести татами с применением современных электронных судейских систем. Спортсмены стремились набрать очки, нанося удары руками и ногами по толщу или голове противника, либо победить нокаутом. Восточные единоборства долгое время считались исключительно мужским видом спорта, но сегодня Тэквондо девочек не меньше, чем мальчиков. Я раньше ходила на танцы, потом папа сказал, давай попробуем смотреть на Тэквондо. Вот я так и хожу, потому что так классно. Корейское боевое искусство активно развивается в нашем городском округе. У нас есть чемпион мира уже, который в 2021 году стал чемпионом мира, это Роман Кулаженко. Также есть другие ребята-юниоры, которые находятся на таком этапе, который позволяет им достичь определенного наивысшего мастерства. Спортсмены из Щелково постоянно показывают высокие результаты и состоявшееся первенство тому подтверждение. Евгения Корытько, Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.